Всем привет! Меня зовут Наталья, это вам блог NetoBet, блог о парфюмерии. Я решила сегодня снять видео, такое, знаете, ну не о наболевшем, а скорее просто такое, знаете, подчеркивающее, подводящее какую-то черту под вашими вопросами о том, как ты вообще разбираешься в ароматах, как вообще научиться разбираться в ароматах, а я вот не разбираюсь, что же мне делать, как мне понять, где чем пахнет, где какая нота и все такое. И в целом я, наверное, примерно своим близким знакомым говорю один и тот же план, либо не говорю, потому что им легче пойти и просто взять что-то по моей рекомендации. Но, тем не менее, для меня сложился вот очень четкий план действий, и вообще, в принципе, даже не план, но как бы и план, и советы. Можно сказать, что там есть определенная последовательность, поэтому это можно назвать планом, а вообще это просто, знаете, такой набор советов для того, чтобы вы научились разбираться в парфюмерии. И давайте первое, к первому приступим, это нанюханность. Я это так называю, есть, потому что есть, как говорят, насмотренность, наслушанность, на, не знаю, начитанность, да, то есть когда ты разбираешься хорошо в литературе, или ты, грубо говоря, пишешь, да, для того, чтобы писать, нужно много читать, еще как говорил Стивен Кинг. Так вот, что касается именно этого пункта, это скорее такой объединяющий пункт, я бы сказала, то есть это такой, знаете, общий, в общем и целом. Это всегда будет актуально, это будет актуально и на начале вашего изучения парфюмерии, и в конце, и, ну не в конце, да, а где-то в середине этапа, когда вы уже, кажется, много чего понимаете, потому что формируется наше какое-то понимание, как звучат некоторые ноты посредством того, что вы очень много тестируете, очень много слушаете, очень много узнаете, постоянно. Это должен быть постоянный непрерывный процесс, тем более, что он как бы еще и стимулирует вдохновение снова. То есть на самом деле вот это вот изучение непрерывное мира, да, оно как бы нас и толкает на какую-то живость, на какое-то любопытство, на вкус к жизни, как я считаю. Но здесь другая тема. Если вы много смотрели, вот много читали книг, у вас уже есть какое-то представление о литературе. Если вы много смотрели фильмов, у вас уже есть, не знаю, вкус на там хорошие фильмы, плохие фильмы, хорошая картинка, хорошая режиссерская работа, операторская работа, плохая и так далее. В парфюмерии та же тема. Очень много нюхать. Ну, не обязательно как бы сначала сразу же из огня в полымя, да, там, «Господи, боже мой, приду в литуаль, все полки обслушаю подряд». Все-таки наш нос не так не тренирован, но это в целом, как бы, я так понимаю, вы понимаете, что это растянутое по времени. Такой вот совет. Это первое. Второе. Запахи вокруг нас. Запахи есть везде. Вот вы говорите, я не понимаю, как мне определить, что цветочный аромат, не цветочный аромат. Весна, лето. Пошли в сад, не знаю, в парк, просто мимо чего-то дома идете, видите, пылесадник. Вот вам ирисы, вот нарциссы, вот розы, вот пионы, вот гвоздика. Нюхайте. Все ароматы на самом деле, ну, практически, да, конечно, исключая там синтетические молекулы, какие-то сложные, какие-то компоненты, редкие компоненты. Все можно найти вокруг нас. Ваш шкафчик для специй, это уже сейчас для вас целый мир. Понюхайте корицу отдельно, да, понюхайте анис, понюхайте гвоздику. Представьте себе, что этот аромат постоянно с вами. Либо возьмите, вот смешно, да, ну, там, не знаю, там, если вы девушка, мужчина или ваша девушка, не знаю, принесла вам розу домой. Возьмите эту розу, возьмите анис, соедините и представьте себе, да. То есть поиграйте с этой темой. Это все действительно рядышком с вами. Это все совсем, совсем, совсем близко. Пришли на какую-то там, не знаю, специевую ярмарку, там вообще обычно сумасшествие ароматов. Там можно отдельно тоже что-то, ну, понюхать, да, какие-то там специи разные. Но в основном как бы со специями, я просто говорю, специи, цветы, древесина. Сумасшедше пахнет в лесу осенью, да. Можно понять, какой вот грибной запах, трюфель его называют в парфюмерии, да, создается такой сырой, скажем так. Вы можете все это изучить. Это все совсем подвластно, не знаю, никаких усилий к этому даже не надо никаких применять. Сейчас зимой, конечно, сложнее. С цветами сложнее, со всем этим сложнее. Но, тем не менее, все равно, даже придя в тот же самый цветочный магазин. Единственное, конечно, в цветочном магазине раскрытие запахов происходит намного позже, после того, как приносишь уже цветок домой. Но, тем не менее, там ту же самую лилию можно сразу понять. Она как бы не стесняется. Ее особо сильно холода не смущает. И, переходя к третьей, к третьему, скажем так, моему совету, к третьей теме, нюхайте, слушайте салифлор. Либо, блин, это будет очень банально, и, наверное, те люди, которые хорошо разбираются в парфюмерии, они сейчас скажут, что, боже мой, ужас, какое что-то советуешь. Но на первых этапах мне это очень помогало. Это, правда, очень, знаете, не знаю, расширяет представление. Это ароматы от Демитр. Как бы это смешно ни звучало. Вот вы приходите в корнер Демитр, там есть, значит, там все серьезно. Разделение цветочное, древесное, какие-то еще спецевые, всякие разные. Дело в том, что вы можете действительно послушать, как звучат какие-то компоненты. Да, это не очень натурально, это обычно такой слепок, но некоторые ароматы, я бы сказала, что сильные, хорошо повторяют запахи, которые есть в природе. Действительно, там, послушав клевер, понятно, зеленые ноты, гроза. Вы можете примерно представить акватические, озоновые ноты в парфюмерии. Там есть у них и лилия, и пион, и что-то еще у них там какие-то, ну, много разных цветов. Кстати, лилия тоже у них достаточно нейтралистично звучит. Не стоит покупать это, потому что Демитр, на самом деле, не очень стойкий, мягко говоря. То есть, там час-полчаса, и уже нет этого аромата на вас. Но познакомиться с нотами вы можете. Вы можете хотя бы для себя понять, кстати, придя, как минимум, вот в этот какой-нибудь маленький корнер Демитр, какие ароматы вам больше нравятся по направлению. Вы на себя что больше представляете? Вот цветы, вот есть древесные ноты, вот есть гурманика, там, всякие пироги, конфеты, какие у них там есть праздничные ароматы, я не знаю, такие вот рождественские ароматы. Что-нибудь такое взять, послушать. Можно там, не знаю, фрукты, да, отдельно, да. О, кстати, мы про фрукты вообще забыла. Дома тоже есть фрукты, тоже их можно послушать. Но тут, конечно, тоже сложно с этим, потому что некоторые фруктовые ноты, ну, очень фантазийные в парфюмерии. Вот, но тем не менее, как минимум, запах клубники вы себе очень хорошо, наверное, представляете из грядки, да. Все это есть в Демитр, и вы можете себе представить, что на вас хорошо бы звучало. Вы там же, прям там же можете соединить вместе с консультантом, там, например, сандал и розу. И такие, ну, класс, вообще, вот я вот так бы хотела, чтобы такое, чтобы это было на мне. Примерно поняли, примерно представили, супер здорово, переходим к следующему пункту. Вы примерно представили, что вам нравится из нот. Вам стало интересно, где же есть этот невероятный ут. Вам стало интересно, где есть, я не знаю, ревень, вы где-то его нашли, да. Вам стало интересно, где, не знаю, звучит роза, да. Открываем фрагрантику, открываем фрагрантику и ищем поиск по компоненту, да. Набираем там поиск по ноте, роза. Это, кстати, не реклама. А вдруг, вот, вы не знаете про сайт Фраги, но это такая палочка-выручалочка, которая, которая стала образцом, наверное, основным сайтом, который помогает, помогает парк-любителям. Там можно и ноты посмотреть, и отзывы посмотреть, и составы, и кто, когда создал, и актуальные новости, и новинки, и события. То есть, чуток там нет, все, что касается парфюмерии. Так вот, вбивайте там поиск по ноте и смотрите. Вот мне нравятся розы и сандал, где это есть вместе. И примерно накидывайте себе хотя бы то, что вы видели, или вам легко приобрести, потому что это какие-то бренды, которые вам знакомы, которые вы где-то уже видели, где-то уже слышали. Либо это стоит в сетевом магазине, если это вам удобно. Накидали себе примерный список, пошли в магазин, послушали, и вот вы уже близки к пониманию, что вы хотите на себя нанести. Да, кстати, когда я говорила о салифлорах, я вот сказала салифлора и демитер. Вообще салифлора, да, это ароматы такого направления одной ноты в основном. Вот, одно. И есть не только у бренда демитер. Бывает и у брендов таких, как, ну, например, там Джо Малон, там обычно двухкомпонентные якобы ароматы. Но все равно они такие сольные. То есть, можно там тоже услышать отдельно пион, отдельно там, не знаю, лаванду и так далее и тому подобное. То есть, найти бренд, у которого есть такие сольные ароматы, которые посвящены одной какой-то ноте. Это так, отхождение, возвращаемся к фрагрантике. Я просто вспомнила. Так вот, все определили для себя списочек, все, все замечательно. И вот вы уже почти определили круг для себя, да, какой-то. Если вас тянет все это время дальше, да, то я вообще советую, это очень совет, важный для всех, неважно, начали вы увлекаться парфюмерией, либо вы давно в парфюмерии, покупать сеты пробников. Потому что мир парфюмерии постоянно производит что-то новое. Более того, даже если не новое, даже если старое, покупать какой-нибудь сет выгодно. Знаете, люди обычно выкидывают все, что у них дома осталось. Я, например, такого же тоже мнения, но у меня, как обычно, как-то не очень такие продажи идут. А вообще, это очень крутая и удобная тема. Вот у меня накопилась куча пробников. Я там знакомилась с этим гейками, черри, там, не знаю, там, армани, с каким-то еще. И вот у меня куча вот этих пробирок, которые мне не нужны, потому что это мне не понравилось. Это я флаконю, это что-то еще, это я в хотелке записала, это я уже потестировала. И люди выставляют это обычно за копейки. То есть они там, не знаю, 15 штук за 3 тысячи, например, или что-то вот еще такое. Не знаю, даже 5 штук за 500 рублей. Покупайте. Это, а, поднимает настроение. Это в любом случае, ну, постарайтесь найти, конечно, что-то уникальное. Не покупить сет из пробников Dolce & Gabbana, который вы можете пойти послушать, да, а какой-нибудь сет из пробников, там, ну, не знаю, Lutanz, Muglera, там, ну, может быть, там, ну, всяких редкостей, да, каких-то вещей, которые вы просто так не найдете. Купили, начали тестировать. Во-первых, а, вы за эти 500 рублей, ну, там, плюс, ладно, пересыл, вы получите хорошее настроение, вы получите новый взгляд на какие-то ароматы, вы получите знакомство с новыми нотами для себя. Потому что вы такие открыли, с фрагой сверили, ой, класс, вот что значит здесь такое сильное солирует, вот оно как звучит. Вы, в принципе, это такое, ну, не знаю, как классное развлечение, чем более с продолжением. Из разряда, вот столько же стоит билет в кино, но, да, там, в кино вы два часа отсидели, у вас впечатления какие-то, если кино глубокое, возможно, у вас еще какие-то мысли появились, это очень хорошо, это прям, знаете, это лучший вариант, если так случилось, да. А в худшем варианте вы два часа отсидели и забыли об этом. Здесь вы мало того, что получили впечатление, знания, вы еще и носите на себе эти ароматы, если они вам понравились, там, несколько дней, не захотели, перепродали. Ну, то есть, вообще просто. Сеты пробников – это всегда возможность улучшить настроение, возможность обновить свои какие-то, как сказать, обновить свое вдохновение, я бы так сказала, да, снова выжелать новые ароматы, подружиться с какими-то новыми нотами. В целом, просто воспрянуть духом, если вот так вот сказать, не знаю, это вот всегда круто. Я, когда понимаю, что что-то не так, у меня какой-то произошел ступор, и я не понимаю, куда мне дальше двигаться, я рандомно начинаю покупать сеты какие-нибудь, чтобы просто себя зажечь, может быть, в какую-то сторону, может быть, я послушаю аромат, вот аромат будет с нотой, например, не знаю, с нотой, ну, то же самое, там, сливы, например. Я такая, блин, я хочу узнать, какие сливовый ароматы еще есть, хочу еще слив, а где еще есть сливы, и все, и это новое, знаете, такой новый круговорот желаний, эмоций, каких-то впечатлений, и видео для вас, конечно. И последний, наверное, да, нет, не последний, а предпоследний пункт. Читайте литературу. Если вы уже все, если вы уже такие поняли, что, так, про ароматы я примерно понимаю, то, что мне нравится, я уже давно понял, мне очень интересно в этой теме копаться, но с какой вообще стати парфюмерию придает такое большое значение? Ну, куча ароматов, и что теперь? Это все так посредственно, деньги на ветер. Начинайте читать литературу. Во-первых, ну, вот у меня как минимум две книжки на столе стоит, «Парфюм с мистик», это просто описание парфюмов известных самых. Вот, и очень интересная книга, я всегда говорю про нее, «Парфюм истории ароматов 20 века», где разделено, значит, разделен 20 век на периоды, да, какие-то культурные, и на, с важными какими-то общественными культурными событиями, да, и рассказано про парфюмерию. Вы поймете, что парфюмерия – это не просто какой-то аромат, в это заложено очень много, помимо, конечно, впечатлений, вдохновений, каких-то личностных, не знаю, каких-то личностных особых воспоминаний, в парфюмерии много маркетинга, в парфюмерии много отражения духа того времени, как и в моде, да, каждый крой определенной платья в разные периоды времени, да, в разный период того же 20 века отражал какое-либо направление и вообще мысли в обществе того времени, да, то есть, например, свободный крой там какого-то, по-моему, 20-х, что ли, годов, впервые, скажем так, объявил о таком феминизме, можно сказать, да, когда фигура женщины больше не была облачена в какой-то силуэт, она была андрогинная, она была мужская, она была бесполая, на ней висело просто прямое платье, туфли были без каблука, они были с тупым носом, они не подчеркивали вот эти вот щиколки, никаких шпилек, никаких подъемов и так далее и тому подобное, да, то же самое происходило с парфюмерией, парфюмерия также шла в ногу с обществом и это было очень здорово, разные парфюмы времени диктуют разные правила, какие-то из них говорят о желании женщин там как раз быть такими феминистскими, это такие околомужские парфюмы, потом, значит, появились военные годы и парфюмы должны были, наоборот, напоминать о том, что женщина есть женщина, появились опять эти пышные цветы и все такое и так далее и тому подобное. Это очень интересно, ты погружаешься в это и понимаешь, что парфюмерия это не просто какие-то хихоньки да хахоньки, это на самом деле большая такая нить, которая вьется с нами еще там с каких-то там веков до нашего времени, подчеркивая общественное настроение и, в принципе, помогая многим женщинам, мужчинам что-то высказать, что-то объявить своим ароматом, да, это не просто какой-то аксессуар, дополнение, не просто какая-то гигиеническая такая история, а это история о целом заявлении, образе, это слова, не случайно вот многие там модельеры, у них есть цитата а-ля там, что парфюмерия это заявление, без парфюмерии там, я своим парфюмом женщина показывает там, кто она есть, ну и так далее и тому подобное, звучит как-то очень, с одной стороны, кажется нам сексистки, да, сейчас в наше время, но смысл там был в другом, это не важно, женщина, мужчина, это заявление. Ну да ладно, я думаю, вы прекрасно поняли, я не буду дальше вдаваться, то могу бесконечно говорить, и последний, наверное, пункт, и самый важный, для того, чтобы понимать, любить, разбираться в парфюмерии, надо просто любить эту жизнь, парфюмерия все-таки, да, чуть-чуть отрицая предыдущий пункт, не то, что отрицая, дополняя его, конечно, в парфюмерии очень много смысла, но парфюмерия это один из способов чувственного удовольствия, да, это не базовая потребность, это не поесть, не поспать, не защита и безопасность, не заниматься, да, там, любовью, это совсем какие-то другие потребности, это, конечно, не социально, но где-то вот ближе, короче, это роскошь на самом деле в наше время, парфюмерия это роскошь, здесь нет необходимости, кто-то вообще не пользуется парфюмерией, да, поэтому, чтобы, наверное, любить, разбираться в парфюмерии, во-первых, чтобы разбираться, надо много копаться, а чтобы копаться, надо просто кайфовать от этой жизни, надо получать удовольствие от каждого момента, я вот смотрю неугомонную Монро, вот она как раз просто, мне кажется, как это, инфлюенсер, ну не инфлюенсер, а даже как это адепт, в общем, короче, она продвигает эту идею в массы, что нужно наслаждаться жизнью, абсолютно с ней согласна, нужно, понимаете, от всего получать кайф, вот вкусное, вкусное все, вкусная жизнь, вкусные люди тебя должны окружать, тебя должны, ну, знаете, самые такие какие-то вот отчаявшиеся люди, какие-то люди, которые говорят, что вот, все прогнило, и нам, мы ничего не можем изменить в этой жизни, мы никто, мы не сможем ничего поменять, да пусть будет все так, как есть, и т.д. и т.п., это люди, которые потеряли вкус к жизни, которые вообще не любят эту жизнь, поэтому не хотят, чтобы она была более прекрасной, да, и меня больше всего пугают такие люди, не то, что пугают, они меня расстраивают, мне хочется им сказать, да вы что, да вы посмотрите просто, сколько всего такого прекрасного, сколько всего изумительного, господи, сколько фильмов, сколько красоты, красоты, красивых людей, красивой музыки, вкусной еды, мир индустрии постоянно развивается вперед, не знаю, молекулярная кухня, какие-то, ну, это вот, например, да, там, искусство развивается, какие-то новые находят формы, грани, техника, да, и технологии, как они вообще бегут вперед, что там вообще такое изобретается, искусственный интеллект скоро за нас будет вообще все там, не знаю, придумывать, парфюмерия, что там вообще творится, да, какие там тренды, как это все мешается, то какой-то находят синтетику, то модно становится пахнуть так, как вообще невозможно пахнуть было раньше, то есть каким-нибудь там техническими маслами, а потом снова возвращаемся к классике и красоте, просто мир прекрасен, и для того, чтобы любить такую вещь, как вот роскошь, как вот какую-то часть и роскоши, и культуры, вот, ну, что-то вот этого среднего, нужно просто любить жизнь, это, наверное, такой основной какой-то пункт, и у вас нет причин не любить жизнь, на самом деле, но это тоже философия, могу даже далеко вдаваться, но просто те, кто скажет, вот, у меня столько проблем, какая там любовь к жизни, не представляете, у всех они есть проблемы, ребят, ну, серьезно, но это нет, у вас нет все равно причин не любить жизни, она классная, она такая, какая есть, со своими плюсами и минусами, и нужно находить в ней прекрасные, в ней очень много возможностей, прямо они в воздухе витают, и заряжены вот такой энергией, на самом деле, когда воздух наэлектризован вокруг вас, и я думаю, вы это чувствуете, от нее можно много взять, нужно только захотеть, и поэтому я вас призываю к прекрасному отношению к жизни. Я просто поняла, что я буду сейчас говорить «любовь к жизни, любовь к жизни», и будет как машинка такая, заевшая, не пластинка. Вот, это все, это все, о чем я хотела сказать на текущий момент, возможно, у меня появятся еще какие-то мысли, я их выражу в следующих видео, если вам понравилось такое видео, какие-то такие общие, напишите мне, пишите, с чем вы согласны, с чем не согласны, возможно, ваш какие-то, ваш опыт, как вы полюбили парфюмерию, я с удовольствием, как всегда говорю, читаю ваши комментарии, всегда отвечаю на них, и, не знаю, мне очень приятно. И, как я уже говорила, любой комментарий помогает мне и моему каналу, и лайк, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, помните, что мир полон необычных ароматов, никогда не огранчивайтесь малым, всем пока.